Украл у страны, страна вернула себе, теперь крадут у неё. Пока суд до дела вывозят десятками бензовозов. Кто украл тогда и кто крадёт теперь? Подробнее Андрей Анастасов. У апелляционного суда активисты Автомайдана с собой взяли даже БРДМ для пущей убедительности. Должны слушать дело о ситуации на Херсонском перевалочном комплексе. Бензина и горюче-смазочных материалов там на 15 миллионов долларов. Они арестованы. В МВД считают, миллиардер Сергей Курченко вёз их в Украину контрабандой. Сейчас решением суда это топливо передано государству на ответственное хранение. У нас есть факты, там начинается разворовывание этого топлива. Там такие орбиты с Киева задействованы, все с окружения семьи Нуковича, Курченко, которые пытаются это дело всячески саботировать, завязать. Компания, которую связывают с Курченко, подаёт апелляцию. Пытаются вернуть контроль и над топливом, и над самим предприятием. Мол, это у них хотят украсть нефтепродукты. И прямо указывают на группу «Приват» Игоря Коломойского. В итоге судебное заседание переносится. Прокурор не успел подготовить все письменные доказательства. Было выявлено, что количество палов уменьшилось. Есть на этот перешний час у вас? Искусственное затягивание дела. Потому что два дня достаточно, чтобы присадить документы, пока всё это происходит. Оттуда вывозят нефтепродукты. Пока суть до дела, с территории херсонского комплекса бензин, принадлежащий государству, действительно уже вывезли. 11 бензовозов с топливом. Куда отправились? Были ли растаможены, как того требует закон, неизвестно. Поступает информация о том, что с херсонского нефтеперерабатывающего завода неизвестные вывозят огромное количество топлива в направлении, о котором никому не говорят. При этом ни решения судов, ни каких-то других оправдательных документов не предоставляют. При этом правительство занимается самопиаром. Носится, что дурак с той лестницей, то ли со стеной, то ли с рвом, который они хотят построить вокруг всей страны. Складывается впечатление, что наши власти не видят уже фактически наступивший коммунальный и энергетический кризис. Впервые в истории независимой страны 15-го числа не начался отопительный сезон. И мы стоим на пороге еще и топливного кризиса. Судебное заседание продолжится завтра утром. Майдановцы снова собираются приехать проконтролировать. Судья же предупредил, если прокуратура и на этот раз не подготовит все документы, решение будет приниматься на основании имеющихся материалов. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер.